Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня планирую взять вас в свой обычный день. Буду работать, буду заниматься делами. Сейчас только 6 часов утра. С утра стараюсь выпить воду с лимоном. Сейчас пью теплый вот такой зеленый чай с лимоном и медом. Очень нравится мне вот этот чай от Tess. Флирт называется. Здесь зеленый чай, клубничка и цветочки персика. Еще я очень люблю пить по утрам чай, который я приобретала в iHerb. Но как бы это не совсем чай. Это красный Ройбуш. Очень вкусный. В таких вот одноразовых упаковочках он очень активный. Такой прям заваривается один пакетик на большой чайник. Для тех, кто не пьет чай или кофе с сахаром, на iHerb также можно приобрести вот такую вот стевию. Заменитель. Ну, что я могу сказать? Да, вот действительно есть какой-то такой легкий фруктовый вкус. Ну, в принципе, нормально. Иногда пью с ним. То есть сейчас я должна сделать. Сейчас я должна очень-очень быстро привести себя в порядок, одеться. И далее сделать для всех завтрак. И потом уже всех разбудить в половине седьмого. Буду пить чай и вам все рассказывать. Говорила вам, что всю косметику, которую я использую сегодня, я заранее складываю вот в эту коробочку. Потому что я знаю, что не будет много слишком времени. Быстренько пройдемся по тому, что я буду сегодня использовать. Буду использовать Avon. Calming Effect для чувствительной кожи. Желтоватый немножко, но мне подходит. Я говорила вам о том, что летом он не держится, сползает. Вот сейчас он держится отлично. Это очень тонкое, легкое покрытие. Вот в этот тон добавлю немножечко масла Clorans. С орхидеи буквально каплю. Красные точки, какие-то недостатки буду маскировать Catrice. Это такой камуфляж. Он очень-очень хороший, имеет покрытие. Но он такой немножко суховатый. Поэтому если у вас какая-то сухость на коже, он вам, конечно, все это подчеркнет. У меня смешанная кожа, поэтому это масло, я думаю, поможет моей коже чувствовать себя хорошо в течение дня. Обязательно под глаза буду использовать дополнительное такое вот увлажнение, выравнивание, чтобы кожа не сохла. Это средство от ELF Hydrating Under Eye Primer. То есть это праймер дает ощущение увлажненности под глазами. И потом в течение дня не приходится наносить крем. Ну, если, конечно, уж совсем будет экстремально душно, жарко. Вы знаете, что фильм озвучивает за двумя закрытой дверьми. И стены обиты в специальной ткани. То есть довольно душно, темно и жарко. Вот, поэтому эта вещь очень пригодится мне сегодня. На косметику ELF я приобретаю всю на iHerb. Это очень бюджетное средство. Это такая американская мечта бюджетная, как я ее называю. Очень хороший стик с витамином Е. Он такой многофункциональный. Его можно как под глаза наносить, так же и на лицо, так же и на губы. Ну, в общем, везде, где только вы придумаете. Он такой довольно большой. Наношу его на губы, когда особенная засуха кожи, иногда беру с собой для того, чтобы нанести под глаза. Что он делает? Он здорово увлажняет, питает и одновременно витамин Е, как вы знаете, обновляет кожу. Очень хорошая вещь, очень рекомендую вам попробовать. Тоже, ну, стоит какие-то копейки на iHerb. Ссылки на продукты будут оставлены в описании к этому ролику. Сам макияж вам показать не успею, но хотя бы успею показать продукты. Так, значит, почему две туши? Потому что одной тушью от Wet n Wild, тоже очень популярный бренд в Америке. Вот такая вот у нее, правда, большая пушистая кисточка. Не знаю, есть люди, которые не любят такие кисточки, но мне нормально. И я использую ее на нижней ресничке. Как бы не смешно это звучало, но да, у меня очень длинные реснички нижние, поэтому я не люблю такой кукольный эффект. Она не увеличивает объем, не дает бешеную длину. Она прям такой очень натуральный, натуральный эффект дает. Вот уж Диваж 90-60-90, Pump It Up. Очень хорошо начала вдруг, неожиданно работать на мне. Да, начала увеличивать мои реснички и прям давать такой хороший объем. У нее кисточка вот такая вот, силиконовая. Это не черная, а какая-то такая вот, вы знаете, серая, что ли, темно-серая. Ну, скажем так, цвет мокрого асфальта. И слава богу, что она такая вот, не черная, потому что она дает такой вау-эффект, что как бы еще больше, наверное, совсем был бы какой-то драматический театральный макияж. Поэтому мне нравится именно так. Брови буду оформлять самым простым вариантом. Браудрама от Maybelline. У меня он в оттенке Medium Brown. Коричневый, я надеюсь, вам видно. С золотинкой. И вот такая вот кисточка, к ней нужно привыкнуть. Одновременно укладывает брови и одновременно фиксирует слегка. И красит. То есть вот для такого дневного простого макияжа, это самый быстрый утренний вариант. Понимаю, что я не выспалась, поэтому глазки надо будет открывать дополнительно. Вперед очень поздно легли. И покажу вам, чем мы занимались. Помогала мужу в проекте, который он делает для Санкт-Петербурга. И привет питерцам. Это нюд от Ева. Это такой карандаш с кисточкой с одной стороны. И с другой стороны он абсолютно белый. Он легкий-легкий такой, дает перелив. Если нанести его на слизистую нижнее веко, то, соответственно, это очень здорово открывает глаза. А я сейчас сонная, честно говоря. Губы у меня абсолютно обветренные. Поскольку я собиралась-собиралась-собиралась заболеть. И вот в результате не заболела. Слава богу. Винил глосс. Это блеск от Диваж. Слабо очень пигментирован. Он не будет подчеркивать недостатки. Видите, он такой в нюдового цвета. Но и одновременно он перекроет эти недостатки. И будет очень здорово увлажнеть. На глаза быстренько нанесу вот такую вот базу от Essence. Она очень похожа на тени Крем Де Нюд от Maybelline. Кто использует, поймет меня. Она матовая. Если ее как следует разнести, она перекрывает недостатки. И буду использовать палеточку также от Essence. Хайлайтер. В принципе, его можно использовать как тени тоже. Он прям перламутровый-перламутровый. Вот этот вот цвет для корректировки подходит. Ну, так, какой-то спорный для меня. Очень красивый шоколадный вот этот оттенок. Этим я покрываю, соответственно, все веко. В уголочек глаза шоколадные. И чуть-чуть на веко добавляю вот этой розовины. Такой красивый фиолетово-розовый. По крайней мере, на той же базе от Essence эти тени держатся целый день. И претензий у меня никаких к ним нет. Вот эта часть кисточек, которая есть у меня для нанесения макияжа. Так, духи-духи-духи. Сегодня я буду использовать такой вот рабочий мой вариант. Это Chanel 19. Серьезный взрослый аромат. Ну, в принципе, я сейчас и на работу еду. Хоть и мультики озвучивать. А все-таки это работа. Горьковатый. Его нужно буквально чуть-чуть, 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 немного. То еще, почему я поставила сюда себе витамины? Для того, чтобы не забыть их принять. Значит, от сидаофильной бактерии. Пробиотики принимаю обязательно. Рассказывала вам об этих витаминах. Приобретаю их также на Herb. Так, кальций, магний, цинк, D3 обязательно принимаю. И L-аргинин. Значит, это и три штуки в день, это и три штуки. И, соответственно, бактерии одна штука. Мне очень нравится. Я уже начала их принимать. Надежду я выбираю сегодня очень скромную. Все абсолютно в черных тонах. Ничего лишнего. Но хочу выбрать какое-то, вот видите, ожерелье. Но то, которое не будет сильно звенеть. Вот пока по поводу него у меня есть какие-то сомнения. Но вполне возможно, что я его и выберу. Посмотрим, как оно будет на коже сидеть. И не будет ли оно издавать каких-то очень громких звуков. Пока на озвучивание именно вот это ожерелье я еще не надевала. Попробуем. Ага, что я беру с собой? Беру более такой увлажняющий корректор. Он же консилер. На тот случай, если вдруг что-то где-то поползет, поплывет. Потому что туда-сюда надеваю, снимаю наушники. Это корректор от Белль. Нашу его с собой, поэтому немножко стерся. Это серия хипоаллергеник. Он вот, видите, вот такой вот легкий, очень жирненький. Глубокое увлажнение. Японский бренд. С подружки покупала его. Это ментоловая помадка. Очень приятная. Соответственно, буду брать блеск для губ с собой. Так, это все. Если утром я накладываю косметику, то я использую очень легкие средства, на которых тональный крем не будет кататься. После умывания я воспользовалась лосьоном с гиалуроновой кислотой. На, соответственно, зону декольте и лицо. И под глаза тоже. От Хадалаба. Приобретаю его в подружке. Это Hydrated Mist of Derma Air. Беру с собой. Здесь очень мелкомолекулярная гиалуроновая кислота. Уже порядочно его использовала, видите. Он потрясающе увлажняет лицо. И для того, чтобы не пересохла кожа в течение дня, буду пшикацем. Крем от Виши. Идеалия. Это крем под глаза, который чуть-чуть такой люминесцентный дает оттеночек. У него такой вот странный аппликатор. Немножко, конечно, спорный для меня. Говоря, очень тяжело выдавливается. Вот видите, он такой желтоватый имеет оттенок. В принципе, если его вот так вот разнести, да, он дает такой золотистый перелив, что очень хорошо под глаза. Ну, такой легкий перелив, когда вы мало косметики накладываете. Сейчас очень быстро иду готовить для всех завтрак. Бужу всех. И, наверное, уже вариант макияжа самого повседневного моего. И я покажу вам, когда приеду на работу. Сегодня я озвучиваю мультфильм «Становка микрофонов». Кроме меня еще два молодых человека-актера тоже сегодня работают. Так что я буду говорить многими голосами. Это звукозаписывающая студия «Синелаб». Огромное здание, очень красивое. И располагается оно на речном вокзале, прямо на набережной. Очень красивое место. Потом обязательно вам покажу. Сейчас небольшой перерыв. Вы будете, наверное, смеяться, но я озвучиваю пони. Это весело. Ребята, это очень весело и смешно. Сказала мужу, он говорит, дома, пожалуйста. Только ржи, но не бркайся. А то научат тебя дома. Так, после наушников на голове вообще непонятно что. Ну ладно. Все, пошла опять. Зовут уже. Ну вот, все. Мой рабочий день закончился. Сейчас расскажу вам, что делала. Сейчас я на набережной. Может быть, очень сильный ветер. Сква здесь похожа на Санкт-Петербург, ребята. Естественно, похожа. Что сегодня я делала, ребята? Сегодня я была то ли пони, то ли единорога. В общем, кто-то, кто-то такой. Потом еще я была какая-то смешная птичка. Красными глазами. Вот так, ребята. А вы говорите, что я все время улыбаюсь. Ну, работа, видите, такая. Иногда бывает веселая. Пора домой ехать. Видите, везде я хожу с лимоном, с водой. Точнее, заболеть. Сейчас застегнусь и поеду домой. Так, сейчас, наверное, нужно что-то съесть. Хотя уже очень хочется домашней пищи, которую я сама приготовила. Какой-то торговый центр нашла. Сейчас посмотрим, что тут есть. Какой-то просто бесконечный торговый центр. Просто бесконечный. На речном вокзале. Очаровательный мужчина. Вот примерно такие же чудища были сегодня и в моем мультике, который я озвучила. И вот, кстати, смотрите, нашла киоск с тайской косметикой. И, между прочим, ребят, кто покупает за огромные деньги стики, вот такие натуральные ресторанты, вы делаете это зря. Потому что есть за 250 рублей. Ну, в общем, я так понимаю, что кроме муму выбора особо нет. Ну, точнее, есть, конечно, но уж совсем какие-то пиццы и так далее. Поэтому придется есть муму. Ну, кстати, смотрите, какой здесь интересный детский центр. Сейчас вам покажу. Вот, видите, здесь такие карусели. Ну, вот как-то так выбрала я суп из шампиньонов. Просто картофель и винегрет. И, не знаю, не пробовала ни разу, этот черно-смородиновый кисель. И вот, кстати, вот этот соус у них очень вкусный. Видите, я мало ем мясо. Ну, к сожалению, ну, или здесь не хочу, по крайней мере, попаиваюсь, честно говоря, кушать где-то мясо. Только в проверенных ресторанах. Но тут уже просто выхода нет. Вот так, в принципе, ничего. Ну, конечно, соленый очень для меня. Я вообще очень мало солю. У нас всегда стоит соломка на столе, поэтому каждый может у гостей мыть до столей. То есть я не люблю пересаливать. Это, конечно, экстремально соляно. Вариантов других нет. Можно что-то съесть срочно. Кстати, вот в этом магазине я еще ни разу не была. Off-price называется. То есть Off-price Woman. Вот, вот, для женщин. Давайте посмотрим. Даже не знаю, что это такое. Premium Brands. Что здесь за ценники? Ну, в принципе, ничего. Ну, вот, рукавчики, конечно, супер узенькие вообще. Я даже не знаю, на кого такие рукава шьют. Я так понимаю, что это стоковый просто магазин, куда все-все-все бренды свозят свои остатки. Том Тейлор. Вот видите. Ага, Морган. Ну, то есть все-все разные бренды. Не знаю, мне кажется, здесь ничего невозможно выбрать. Такое количество всего, что просто нереально что-то выбрать. Очень обычная футболка, на которую просто вот так вот нашили брюшечки. Все, нет. Такое мне не подходит. Серебристое это вряд ли. Что-то все прям такое обычное. Совсем все обычное. Ничего интересного нет у ребят. Ничего. Так, тут белорусам привет. Да, конечно, на посуду здесь, честно говоря, не сильные сниженные цены. В общем-то, да. 200 рублей чашечки. Бутылочка 439. Ну, это, конечно, круто, ребята. Это не сейл никакой. Смотрите, 289 рублей. Спонж. Смотрите, вот такой же точно я покупала в Пикс Прайсе за 55. Нашла вот такой вот магазин. Здесь Мини Су. Это японский бренд. Что-то тут всего такого много интересного. Обязательно нужно будет все попробовать. Видимо, для косметики. Но уж очень маленькая. Мини Су называется. Один бренд. Смотрите, как здорово. Такие полотенчики. Смешные в виде платья. Японский. Бабушка и дедушка. Тоже полотенце. Маленькие. Очень хорошие. Мне нравятся. Красивые. Бутылки красивые, но ужасно тяжелые. Ага, вот я наконец-то выберу себе тапочки для сауны. Нет, это неудобно, конечно. Наверное, вот такие. Домой мы с дочкой вернулись одновременно. Что очень здорово. Это значит, что она может помочь приготовить мне ужин сегодня. А будем делать белую рыбу. На гарнир будет фасоль. Кому будет интересен этот рецепт, я обязательно его выложу полностью. С арахисом. Получается очень-очень вкусно. Это мои покупки из магазина, который вам только что показывала. Мини Су. Это японский бренд. Тапочки все-таки решила купить. Вот такие вот серебряные. Показывала вам их. Такая вот противоскользящая подошва. Очень мягкие они. 299 рублей они стоили. По-моему, очень дешево, ребята. Для японского бренда это очень и очень даже дешево. Хотя, конечно, сейчас уже все заводы в Китае и в Малайзии и где угодно. Но, тем не менее, вещи-то хорошие у них. Следующее, что я купила, то, что мне очень нужно носить с собой всегда в сумочке. Волосы отрастают и как-то они все прям в разные стороны. Не знаю, что с ними пока делать. Никогда у меня не было таких коротких волос. Это вот такая вот складная расческа. Ага, вот она полностью. Видите, как крокодильчик складывается и раскладывается. Кстати, раскладывается очень удобно. То есть можно более мелкой, даже вплоть до бровей, в принципе, можно уложить. Да, и вот той, собственно, которая меня интересовала. Вот этой я как раз буду в течение дня причесываться. Расческа складная. 159 рублей. Очень хорошая покупка. Так, вот такая замечательная маска, в которой можно спать. У нее гелевое внутри, видите, наполнение. То есть ее можно заморозить. Ну, не совсем, конечно, а можно сделать из нее холодную такую вот масочку на ночь. В том случае, если требуется охлаждение на глаза. Все брендированное, да, вот менесо. И я померила размер резинки. Она нормальная, ребята. Ну, так редко бывают нормальные резинки. Те, кто смеет в масках, наверное, знают, что их невозможно натянуть на голову. И они оставляют такие вот прям заломы на коже. Это больно, неудобно. Вот это удобно. У меня дочка сразу сказала, ой, 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 мне такая нужна. Так что отдам ей себе, приобрету, видимо, еще. Так, сколько она стоила, давайте вам скажу. Называется маска для сна. 159 рублей. Я была бы не я, если бы не приобрела какие-то японские косметические, да, новиночки. И вот, соответственно, маски одноразовые, такие маленькие таблеточки, которые размачиваются в тонике, в гиалуроновой кислоте, в чем угодно. В том числе на нее можно нанести питательное какое-то средство, масляное, и кладутся на лицо. То есть они одноразовые. Так, значит, сколько они стоят у японцев? Ультра-тонкая маска для лица 30 штук. Здесь 159 рублей, ребят. Ну, я считаю, это очень выгодные все покупки. Просто, наверное, сравнимо с фикс прайс только если. Так, это рассыпчатая пудра от бренда Miniso. И Makeup Beauty называется Queen Collection Loose Puder. То есть это совершенно невидимая такая прозрачная должна быть пудра. И одного тона, это 02 написано, но на самом деле она абсолютно прозрачная. Красивая матовая упаковка с золотом, как вы видите, все очень аккуратно. Здесь 10 грамм. Пока мне все, в принципе, нравится. Вот такая вот пуховочка. Все сейчас раскрывать не буду. Этого нам с вами будет достаточно для того, чтобы попробовать. Давайте покажу вам, почему она мне очень-очень понравилась. Посмотрите, какой она дает. С одной стороны вроде бы матовый эффект. С другой стороны свечение. То есть, смотрите, вот такая вот красота. То есть, мне кажется, просто, ну, я не знаю, метеориты отдыхают. По сравнению с этой пудрой. Аромата нет практически никакого. Но вот такой красивый, здоровый блеск кожи, холеной такой кожи, мне очень-очень понравился. И стоит она 299 рублей. Ну, как вы понимаете, вот пудру такого качества можно приобрести, ну, исключительно, я так думаю, за полторы тысячи и дальше до 3-4-5 тысяч. Такая вот сыворотка, Moisturizing Serum на оливковом масле. Состав написан вот на этой бумажке. Состав довольно натуральный. Приятная очень упаковка. Попробую вам расскажу. Но я приобретала, и женщина рядом со мной приобретала их 5 штук. Представляете? 239 рублей. Вот такая вот сыворотка. Здесь 30 миллилитров. Я думаю, дешевле увлажняющую питательную сыворотку просто невозможно найти. Это база от Miniso. Очень много натуральных таких вот концентратов. Beauty Skin Makeup Base. Во-первых, очень красивая и правильная такая вот элегантная упаковка перламутровая. Здесь 30 грамм. Так, она purple, то есть она фиолетово-сиреневая такая. Не выбеливает, но она убирает желтизну. Очень прозрачная. С одной стороны, она дает эффект легкого свечения, ухоженной такой кожи. С другой стороны, убирает пигментные пятна, если таковые имеются. Я люблю быть без практически макияжа. Такой вот нюдовый-нюдовый я могу использовать просто вместо CC крема. Это, как вы видите, BB крем, который дает также эффект такого легкой подсветки кожи и такой холеный вид. Мне очень нравится такой эффект на коже. Вот, смотрите, сейчас база высохла совсем. Видите, какая вот просто такая здоровая, красивая кожа. Сверху на эту базу, если нанести еще вот этот самый BB крем, посмотрите, какой получается результат. Эффект очень и очень дорогой такой вот косметики. Вот такой glow, да, эффект красивого свечения на коже я очень люблю. Вот эти средства стоят по 159 рублей. Ну, просто я не знаю, это подарок какой-то. Ну, и, конечно, я не удержалась, мне очень хотелось попробовать японскую помаду. До этого я пробовала только в основном корейские. Это номер 4. Эта помада, как вы видите, выкручивающаяся. Посмотрите, какой красивый цвет. То есть это все цвета холодные, они не будут желтеть зубы. Видите, он немножко вот здесь смотрится матовый, как будто бы, да. А в итоге, посмотрите, какой красивый отблеск. Он чуть-чуть доохромит, в синий уходит. Здесь есть синий пигмент. Устойчивый. Ну, посмотрим при носке. Пока не пробовала его, не знаю. All day long. Ну, то есть на весь день должна оставаться. Написано 1 плюс 1. То есть она и увлажняющая, и стойкая должна быть. 159 рублей тоже. Hydra Gloss Lipstick. То есть это супер увлажняющая помада. В номере 06. Вот насыщенный, малиново-ежевичный оттенок. Очень красивый. Она действительно плотная. Она дает хорошее покрытие. Она очень увлажняющая, очень красивая. Также, видите, она доохромит в синий. И для моих таких вот кремовых цвета зубов это хорошо. Ну, вот мне кажется, это будет идеальный цвет на осень и зиму. Последняя моя покупка на сегодня из магазина Miniso. Это вот такая вот тушь. 8 часов она может держаться на глазах. Должна увеличивать объем. Должна давать длину. Видите, она абсолютно черная. У нее очень гелевая такая тянущая структура. Маленькая щеточка, которая мне, в принципе, нравится больше, чем большая. Потому что, ну, ей аккуратнее. Обычно удается накрасить реснички. Вся косметика не имеет практически никакого аромата. Привет тем, кто не переносит ароматы. Вы можете ее приобретать смело. Помады имеют легкий-легкий ванильный оттенок, такой аромат. И все, больше ничего не пахнет. Вообще ничем. Помады стоят по 159 рублей. И тушь, тушь стоит тоже 159 рублей. То есть, ну, то ли акция у них такая, то ли, в принципе, цены вот такие вот. Вот такие вот у меня сегодня покупки. Ну, по-моему, это просто какой-то гениальный улов. Оставляю вам ссылку с информацией об этих средствах о магазине. Посмотрите, пожалуйста, возят ли они в разные страны. Еще есть такие магазины. Вот видите, на речном такой магазин. Сейчас я уже буду наносить вот эту рисовую маску от The Sim. В последней посылке iHerb я просто нашла их. Это подарок был от сайта iHerb. Просто, ну, вот так, постоянному клиенту. Вы знаете, я довольно много там заказываю. Поэтому сейчас я ее буду пробовать. И все, уже буду читать книжку и ложиться, наверное, спать. Повела с вами чудесный день. Спасибо огромное, что были со мной. Если вам нравятся влоги о том, как я живу, как я работаю, пожалуйста, ставьте пальчик вверх. Я желаю вам удачи, ребята. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!